Что делать, если баба переносит свидание на потом? Прийти на это свидание потом. Чего делать? Ну, перенесла она свидание. Прояви уважение к женщине, раз она хочет потом свидание. Как избавиться от пахуизма? Начни проявлять интерес. Начни. Включи заинтересованность. Так, начал смотреть «Два холма». Молодец. Покажите мою возлюбленную. Может, скрин сделать. Какие актери для вас являются яталоном? Я не знаю, может, ты там человек нормальный. Я просто прочел. Прошел на такой вопрос, типа, блядь, как будто мне какой-то спросил на рынке дядю. Какой я талонный артист твой? Талон мой артист. Сережа Безруков. Сережа Безруков. Безруков, конечно. Сергей Безруков, Женя Миронов, Константин Хабенский, Данил Козловский и, конечно же, Джек Николсон. Джек Николсон, да. Вот мой любимый артист. Роберт Де Ниро еще. Ну, вообще-то, Николс Кейдж, конечно же. Когда выйдет Гамлетт в вашем исполнении? Вот, уже вышел. Что меня вдохновляет? Ничего вообще не вдохновляет меня. Можно к нам в гости, а ты кто вообще? Кто это? Что сейчас можно? Это девочкин друг из Питера. Какой девочки? Наши девочки с ним дружат. Это точно? Да, это 100%. Я, к сожалению, и к своему стыду... А, вот, Кирилл, да, отлично. Да, можно. Тебе можно. Раз ты друг девочек наших. Ты его видел. Он на концерт приходил в Питер. А, ну, тем более. Так. То, что ты видишь в других, это и есть ты? Нихуя. Какого хуя есть? Я, они, они, блин, нахуй мне. Видеть в них что-то... Что я больной? Шизик, что ли? Я что, на шизика похож? Что-то видеть там? Кем-хом, да. Не, я никого в ком себя не вижу вообще. Вообще не вижу себя ни в ком. Я вот только вот... Себя вот видишь вот здесь. В экране, когда смотрю сюда, вот себя вижу. Вот. Так. Юлия, ну, я же не вижу. Вопрос. Что, на Мэле или Петр Ян? Кто кого думает, что на Мэле, конечно. Что на Мэле, мой герой. Это я его фанат, конечно. Большой фанат у Мэле. У меня его стиль, манера, образ. Образ жизни. Привычки. Мне его нравятся. Что он такой? Чумовой парнишка. Классный. А Петр Ян, ну, что? Какой? Не мой формат. Ну, может, если мы с ним закарифанились, я бы на него, за него, наверное, болел. Ну, за Петр Ян, ну, вообще мне. Шону Мэле нравится, потому что я на него подписан, а на Петр Яна я не подписан. Вот поэтому за Шону Мэле я буду. Почему ежевик для памяти напрет, если принять? Как ваша любимая женщина относится к многоженству? Я ей не знаю, что такое многоженство. Где-то в арабских странах, что ли? Долерантно. Не по идее, не имеем, что такое многоженство. Не сделаю, что хотят. Что это? Какая-то... Это когда что? Это какое-то, ну, определенные правила какие-то в многоженстве и существуют, наверное. Планируйте сниматься в ближайшее время какого-нибудь фильма. Серьезно? Как мне такое вправо? Ну, отвечу специально для тебя. Вообще никогда не планирую этих вещей. Это не моя профессия планировать. Я просто снимаюсь. Это моя работа. Что мне планировать? Слушай, спросите у какого-нибудь там рабочего. Планируешь завтра точить детали у токаря или фрезеровщика? Планируешь завтра точить детали? Нет, он просто идет и работает на работу, как все люди, как ты, идешь на работу. И работаешь, потому что это твоя работа. То, что мне, меня задевают в словах, поступках у других людей, значит, если у меня, если да, то как сделать, или не знаю. Я же не такой звезда, которая, значит, сидит год там, выбирает фильм. Я просто иду и работаю, потому что у меня забитый график, и работаю, как каждый день, с выходными, как у вас. Не всегда. Ну, да, нет, да, мне не дают выходных. Фильм «Преступление будущего» смотрел. Нет. Володя, помоги, эго мозги делает. Ты ниточка света. Так, другая часть эго говорит, по крайней мере. Скажи что-то, якобы мне показалось, что мне лучше. Мой-мой-гу. Если б я знал, что тебе сказать, понятия не имею, я вообще что-то спросил. Вам херня, расскажите, вам херня, расскажите ваш любимый анекдот. Нет у меня таких анекдотов. Я вообще анекдоты не люблю и не знаю. Я тоже друг девочки. Приходите, вы в гости. Нет, мы в гости не ходим. Какой девочке это, друг? Это Сява пишет. Какой Сява? Сява. Саша, друг. А, Сява. Это который музыкант, рэпер. Ну, заходи к нам в гости. Он давно должен был к нам прийти и поделиться всякими секретами. А, секрет. А что за секреты? Что за секреты? Приходи, Сява, ко нам в гости. Что ты стесняешься-то? Ты же звезда. Смотри, у тебя там все. У тебя звезды, с галочкой. Ну, ты расскажешь мне, как галочку поставить. Мне не дадут. Мне не дадут, на самом деле. Трава, друг или враг? Травушка, муравушка. Поваряться на траве. Я самое делаю. Клещ, клещ, обоссайтесь клещей. Ой, я сегодня успел внутреннюю расу застать. Пробовал мускатный орех с йогуртом. Тут надо. Что-то с мускатом пробовал. Какие-то блюда. С мускатным орехом. Будете моим ситором. Шон, заебись, базара нет. Но мне кажется, ему рано еще на Петю выходить. Петя скучный. Петя скучный дурачок. Но про хаванный боец. Я бы не сказал, что он скучный. У него очень яркие бои. Мне нравятся. С удовольствием смотрю. Просто мне Амели нравится больше. Да, он. Амели может улететь, конечно. Но может и победить. Он очень талантливый. Мне нравится его манера. Он чувствует... Он очень осознанный. И очень хорошо чувствует. Любит спарринг. Любит бой. Он не нервничает. Хуйней какой-то. Вот такой не занимается он. Художник. Он художник на ринге. Как отношусь к тому, что сейчас происходит в Украине. Я не знаю, что происходит в Украине. Не слежу за этими событиями вообще. Не смотрю ничего ни в интернете, ни в ютубе. Не слушаю ничего никого. Вообще за этим не слежу. Мне не интересно это. Извините. Что думаете насчет того, что вам похуй на то, что вы думаете? Очень смешно. Как влияет употребление алкоголя и табака на осознанность? Ты, походу, мозгами поехал. А такой актер был мужик одним словом. А сейчас какой-то больной. Ну, каждый видит только в меру своих способностей. Способность у тебя такая. Видеть болезнь. Значит, сам болен. Вот так вот оно. Слушать ум или сердце? Что делать, когда сердце говорит беги, а ум сиди? Но когда сижу, происходит то, от чего хочется бежать. Сердце, конечно, слушай. Сердце. Так. Туда вложить два косаря. Баксов. Вы меня. Слушай. Ложи куда-нибудь. Купи наркотик. Что такое, не знаю. Вечеринку остроить. А, ну сейчас не купить. А, и у нас запрещены. Я забыл наркотики. Не-не, не в коем случае. Ну, я имею в виду наркотиков каких-нибудь в супермаркете. Ну, значит, тоже наркота. Жиротлана, как наркот. Она тоже самое делает. А, с какой целью баба долго не отвечает, нет сообщения? Я уже спрошу. Ну, а с какой целью? А, с какой целью баба не отвечает? Ну, дрессируется какой. Не обязательно. Нет? Ну, может, и баба. И, может, что-то в своих загонах каких-то. Тебе-то чего? Какая тебе разница? Что ты думаешь? Спроси у нее. Ляха Владимир. Я живу с человеком, который порнозависим. Что я могу? Нужен ваш совет. А что? В чем совет? Чего ты хочешь? Ты же у меня второй раз спрашиваешь. А что ты спрашиваешь? Ты живешь с человеком, который порнозависим. Что я могу? Что ты можешь? Что ты хочешь? Я не понимаю. В чем вопрос твой? Сама суди. Я живу с человеком, который порнозависим. Что я могу? Даже не вопрос, а что я могу? Ты его отлицание сделала. Нужен у вас совет. Окей, дам тебе совет. Что ты? Спроси вопрос. Задай мне какой-нибудь. Если вдруг захотите посмотреть аниме, думаю, вам зайдет Евангелион. Ну, посмотрим Евангелион. Запомним. Что это про гугли? Интересно. Владимир, под чем я? Почему я должен быть под чем-то? 95-й год. Весь секрет в том, что нет никаких секретов. Галочка могу свою отдать. Как ты отдашь свою галочку? Как ты ее отдашь? Ее так передать нельзя. Да нет. Не надо. Заходи. Заходи. Что ты? В гости. Девочки будут рады. Здравствуйте. Как бросить курить? Мухоморы помогают только с алкоголем. А почему ты хочешь бросить курить? В чем проблема? У тебя рак? Что ты хочешь? У тебя рак легких? Очень старой душой. Вы очень-очень старой душой. Что это такое? Что ты имеешь в виду? Ну, зачем ты это написал, уебок? Нахуя? Зачем это написать? Ты очень старой душой. Что это? Что это ты увидел? Ну, понятно, что ты себя увидел, свою старость. Может быть, ты не сам уже старым стал. Ты вот видишь старость душой. Нахуя ты это? Когда человек просто его не просит, он видит, высер свой какой-то, впрыскивает такой куда-то вот сюда. Это значит, ты просто вот, то, что в тебе тебя беспокоит, то, что тебя гложет, от чего-то страдаешь, ты переводишь на другого человека, на стрелку. Себя обманываешь этим самым. Потому что еблан. Потому что ты еблан. Потому что, потому что, потому что ты еблан. Как ему помочь осознать? Хочу, чтобы он меня терзал, а не порно смотрел. Тебя терзал. А не порно смотрел. Но он тебе не доверяет. Ты не... С тобой ему неспокойно. Ты очень много хочешь всего. Его это раздражает. Его это напрягает. Его это нервирует. Общение с тобой. Ты для него... Он не видит в тебе Счастье, радость, свободу, покой. Он что-то за тебя для другого держит, за чем-то. Ты для него... Просто... Какая-то вещь. К сожалению. Если он тебя не терзает. Ты хочешь, чтобы он тебя терзал. У тебя какие-то комплексы, видимо. Он тебя боится. Ты... Замороченная какими-то... Передай, переназовер, контакт с психиатром. Пошел нахуй отсюда, блядь. Тебе, к психиатру, уебок надо. Короче... Он боится тебя. Потому что ты хочешь, чтобы тебя терзали, понимаешь. Хочешь, чтобы тебя, видимо, там, били и душили, наверное. Ты требуешь, чтобы он что-то там тебе сделал, как-то удовлетворил тебе. Потому что он тебя уже сам по себе не удовлетворяет. Тебе с ним по себе просто, с самим им, вот какой он есть, тебе мало. Тебе хочется еще секса, удовлетворения. Потому что ты недоебанно. И вот хочется, чтобы он тебя догибал. И все, ему страшно. Он просто, блядь. Не видит в тебе поддержки, не видит в тебе уважения. Ты не уважаешь его. Он тебе показывает. Я люблю порно. Я сижу там, дрочу. А ты такой, блядь. Опять ты порно. Что ты делаешь, блядь? Сколько можно? Вот я живая, терзай меня. Он думал, нихуя себе. Но я же порно смотрю. А ты вообще никакого уважения к этому не проявляешь. К тому, что он сидит. Порно смотрит. Не помогаешь ему никак. Не сочувствуешь. Не проживаешь с ним этот момент. Ты же тебе на него насрать. И этот получаешь и в ответ. И вот точно так, блядь, насрать на тебя, как тебе на него. Поэтому что-то хочешь. Попробуй прояви уважение. Попробуй полюби его. Вот с этим, с его порно. Попробуй насладиться тем, что тут сидит порно. Если он тебе позволит еще смотреть на себя в этот момент. Вряд ли. Вы друг для друга сейчас играете роли. Вы друг другу можете помочь выйти из этой вот дремоты. В которой и он находится, и ты. Возможно, поможете друг другу, если начнете проявлять уважение. Засунете в жопу свои хотушки. Желание, чтобы тебя терзали. Удовлетворяли. Берешь и убираешь в сторону эти свои желания. И начинаешь помогать ему так, как помогла бы сама себе. Потому что помогая ему, ты себе и себе поможешь. И себя вытащишь. Проявишь уважение к нему, значит, проявишь уважение к себе. А сейчас ты ни его не уважаешь, ни себя. Терзаешься. И еще и хочешь, чтобы он тебя терзал. Вот в такое ты приключение попала. Но не только ты одна. И думаю, что вот он что-то там может изменить тебе. Какое-то дать удовлетворение. Какой-то даёб привнести в твою жизнь. Ни один мужчина не поможет тебе с даёбом. Ни один. Даже если тебя будут ебать сутки. Удовлетворение к удовлетворению ты не придешь. Никак. Говорит, еще, 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 отец. До тех пор, пока ты не создашь с человеком связь. И это будет настолько прикольно. Привет, зашел меня нахуй послать? Ну, идешь ты нахуй. Настолько будет прикольно, что тебе будет все равно, безразлично. Смотрит ли он порно, или играет с тобой какую-то игру, или едет с тобой там куда-то отдыхать, гуляет с тобой по парку. Ладно, че, мы ссорим эту хуйню. Все уже понятно, да? Все уже понятно. Я бы съел какой-нибудь гамняшку с чайком и спать лег. Как принять неизбежность смерти? Я не знаю, без психо далеко, как это принять. Вот ты пишешь, помоги ему раскрыться, может, делай что-то, чтобы ему хотелось терзать тебя. То есть, вы предлагаете какие-то искусственности, что-то надо делать, чтобы он хотел. Ничего для этого не надо делать. Дайте ему просто, пусть ему будет с тобой спокойно и хорошо. Все спокойно, он не нервничал и не думал, что он делает что-то неправильное. Чтобы он не думал, что делает что-то неправильно рядом с тобой. Успокой мужчину своим, не тем что-то, успокойся там. Не надо ему гладить, не надо ему минет делать, не надо ничего. Ему это не надо, мужчине, никаких минетов. Это все, блядь, идиотизм. Это все хрень полная. Не нужны никакие минеты мужчинам. Это все какая-то... Ну, это как бы допы. Психологи тебя направляли к сексологу. А-а-а... И чего сексолог? Вся сексология... Я не знаю, что там о них сексологи говорят. Но вся проблема неудовлетворенности, недоеба и всего такого, это в отсутствии связи, связи, доверия и покоя рядом с человеком. Хотя спокойно, что тебе не приебется ни к чему, что он тебя не упрекнет, нахуй не пошлет, не тыркнет, что он тебя уважает так же, как ты его уважаешь. Вот это взаимоуважение и принятие друг друга, игра вот в это принятие, когда вы друг другу все время выступаете, любите это делать. Потому что понимаете, что нет ничего важного, более важного, чем то, что есть, может быть, и похер что вообще. И этот ваш ум все время указывает вам, я вот так хочу, вот так хочу, так лучше. Нет этого, это иллюзия, нет ничего лучше. Вообще похрен что. Доверьтесь своему мужчине или своей женщине, просто доверьтесь чисто технически. Чтобы вот как она говорит, так и делайте. И увидите, что это намного круче, чем настаивать на своем. Потому что оно без, ну, вы вообще не знаете как. А девушка, она всегда будет выбирать для вас лучшее, не для себя. Потому что это намного интереснее. Намного интереснее. Доверьтесь ей так, как будто она, не знаю, ваш ангел-хранитель, который вот только для вас и работает все. Не для себя, а для вас. Просто поверьте это, почувствуйте и все. Уже так и есть, уже нет ее, ее нет и вас нет. Это все одно, это все один ум. Какой-нибудь там шоколадка. Когда вот в психоделиках, когда три пива грибном у меня был, и там вот в пиковом моменте мы решили заказать пиццу. Я рассказывал эту историю. А мы были, ну, там, где эти при грибы можно было употреблять. Это был Таиланд. В Рагибаре. Я, мы заказали, мы же так вот уже оттреповали хорошо так с девчонками. И захотели жрать, заказали пиццу. И привезли много пиццы. Я заказал на всех. На барменов, на всех, кто там сидел. Мы там бары. Ну, под грибами так оно происходит обычно. Ты все отдаешь, все, что у тебя есть. В конце трипа. А потом, когда эго возвращается, ты начинаешь жалеть, что все там, Айда, раздарил одежду всем своим. Деньги все отдал. Ну, не сразу там, через полгодика. Начинаешь жалеть. Ну, через два месяца. Ладно. Ну, я сразу. Я. Потому что ты за меня переживала, что я, наверное, лучше свою толстовку отдал. Сколько лет мы еще это будем вспоминать? Ну, уже парень оказался мудак, блядь, и просрал ее, блядь. Если не носил вообще никакого эффекта на него. Этот трип не произвел. Могоня, аккуратно, чтобы человек в камеру не попал. Ага. Ну, так вот, заказал я эту пиццу. Привезли пиццу. Открываю коробку, вы ешьте. Я беру первый кусок. Съедаю, а вкуса нет. Отжирать очень хотелось. Вкуса нет. Я такой, что за фигня. А есть хочу, а не вкусно. У них была невкусная. Не чувствую вкуса. Я дождался, пока все разобрали кусочки. По кусочку все. Бармены, там, официанты все. Ну, такой странный бар. У них еды нет, у них только вот выпивка. И как, вот, после того, как они все съели по кусочку пиццы, вот, и после этого я взял и откусил, и вкус сразу появился. И там это вот было как, ну, откровение, как богоявление, вот это знание того, что тебя нет. Ты – это все то, что вот окружает тебя в данную секунду. Вот эти люди – это есть ты. И ты не можешь почувствовать вкус, пока не почувствуют все. С тобой не может ничего произойти хорошего, пока не произойдет хорошего со всеми. Ты никогда не проснешься, не пробудишься, не просветлеешь, пока не просветлеют все, кто рядом с тобой. Ты никогда не сможешь быть счастливым, пока не станут счастливы все. И поэтому все сацангеры, и включая мои, бредни – это все бредни людей несчастливее вас, несчастливее, неуспешнее, не лучше. Все то же самое у вас. В данный момент я чувствую вкус. Потому что вкусно, Юленьки, правда? Мне очень вкусно. Все то же самое. Вы такие же счастливые, как и я. Просто не знаете об этом. Забыли. И я не настолько счастлив. Поэтому и общаюсь с вами. Поэтому мне не хватает чего-то, мне не хватает каких-то вопросов, слов, каких-то взаимодействий, чтобы не забыть об этом счастье. Потому что о счастье очень легко забыть. Оно без начала и конца. Счастье никогда не начинается и никогда не заканчивается. Но его можно забыть. Просто выпасть как бы. Зевнул даром. И чихнул. Когда чихаешь, глаза закрываются полностью. Поэтому, когда в машину вводишь, наверное, очень опасно чихать. Потому что во время чиха закрываются глаза. Ничего не сделаешь. Невозможно их открытыми держать во время чиха. Это не закрывается. И вот в момент, когда они закрываются, может что-то произойти. То есть не значит, что ты в этот момент ослеп. Ну, просто они закрылись. Так же и память, с памятью. Происходят какие-то вещи, не контролируемые вами, как чих. И вы забываете свое счастье. Забываете то, что вы счастливый и просветленный человек. Это просто забвение. Временное. Поэтому я и выхожу в эфир, чтобы всегда держать себя в тонусе. Благодаря вот вам, вот этим так называемым тупым вопросам, этой хрени, которой мы тут занимаемся. Отвечая на то, как там с мужем, чего там, с женой. Это вот хрень, которая помогает мне не забыть. Хрень позволяет мне не забыть, эта хрень позволяет мне не забыть о том, кто я есть, и насколько я счастлив. А есть еще вот это печенька? Да. Сейчас я пойду возьму. Пакетик. А есть вот это, но без сахара? Да. Вот, я лучше ее возьму. А мы в Калубе купили такой охуительный сыр здесь. Как найти общий язык с мамой? Ну, блин. Прими маму со всеми ее заебами, со всеми ее претензиями к тебе. Прими, прими, повинуйся и услышь ее. И помоги ей. И попробуй сделать так, чтобы ей было спокойно за тебя. Чтобы она не думала, что ты маленький, несамостоятельный ребенок нервный, который не знает, где ему молока без соски попить. Потому что ты все время орешь, кричишь и споришь с ней, что-то доказываешь. Потому что так делают только дети. Ты маме показываешь, какой-то маленький ребенок. Я не с ней общего языка. Потому что ты с ней споришь все время. Потому что только дети спорят со своими мамами. Вот она и говорит, что ты ребенок. И она волнуется. Она в панике. Ты уже взрослый, это там, сколько тебе, 16, 17, 20 лет, 30, может быть. А ты все с ней споришь. Она ваху в Бет-Трипе. Ты уже должна была быть взрослой девочкой, вырасти. А все продолжаешь с ней спорить, как ребенок. И у нее паника, потому что как бы она тебя уже вырастила. И ты должна уже все самостоятельно делать. А ты все с ней споришь с мамой. Она играет для тебя эту роль мамы, которая тебя ругает, воспитывает, провоцирует. То есть дергает тебя за ниточки, а ты дергаешься за ее, потому что ты еще вот кукла на этих ниточках. Не самостоятельная. Что за какой проблем? Что для вас счастье? Я такой сижу и думаю, что для меня счастье формулирует. Так, значит, счастье это вот это, вот это и вот это. Но если этого нет, то счастья нет. Ничто для меня не счастье вообще. Ничто. Оно и не нужно. Не нужно никакого счастья. Это все. Тебя обманули, что какое-то счастье нужно. Какие-то критерии, какого-то счастья тебе нужно сейчас их найти, вот стать счастливым. Оно не нужно. Никому. Тебя обманули. Что же тебе там нужно? Когда же начались эти санкции и прилетели ко мне, значит, там знакомые. Ты что, доллары ты купил? Давай доллары. Тебе нужно доллары, доллары, доллары. Покупай быстрее. Сейчас все рухнет. У меня рубль рухнет. Сейчас все пиздец. Ты что, ебаноза, блядь? Ты что, в рублях? Все поменяли. Уже доллары купили. Смотри. Мы с Юлькой такие, вау. Что это? Бэттрип какой-то. Это не меченьки с мукой, блядь. Это протеиновые печеньки, долбоеб. Да даже если с мукой, что? Там нет муки. Ну вот. Потом доллар упал. Эти с помененными долларами, блядь. Теперь уже пим. Обманули. И они обмануть хотели. Что надо что-то сделать. Что надо какие-то движения. И вот мы с самого детства слышим вот эту, блядь, тему счастья. Что есть какое-то счастье. Что какое-то счастье. Вот и надо его счастье что-то там определить. Что для тебя. Что для тебя счастье. Ты веришь в Бога. Веришь в Бога. Что такое счастье. Знаешь. Счастье это когда тебя любят. И ты любишь. Ты любишь и тебя любят в ответ. Счастье это когда тебя не предают друзья любимые. Счастье это когда мир на твоих главах. Счастье это когда твой идите счастливым. Счастье это когда да да да. И вот это все сидит. А как этого нет значит ты в жопе. То есть счастье это быть зависимым. Практически наркозависимым. Потому что все что я перечислил. Это источники эмоций. Эмоций. То есть то же самое что делают наркотики. Поэтому ваше счастье то о чем вы говорите. Вы счастливый человек. То есть вы наркоман. Счастье зависимый. Оно не нужно мне. Счастье.